специалист по бионике основатель биоманической экобионики как направление гуманитарное исследование технологии. Дорогие друзья, я уже в статуре, я уже 27 лет прожду в семинарную экобионику. Выникает вопрос, так что, слышно? Может быть, я так просто... Так, наверное, лучше. Что такое экобионика? Этот термин возникнет, во всяком случае, в 2012 году. И приходит меня в связи с тем, что я начал изучать, как раз я думал, о технологии, о теории системы. Ну и, кроме того, в какой-то степени соприкоснованной системе интересов, которые были связаны с исследованием зубности... Тогда еще не было исследованием зубности, но я занимался вопросами, связанными с использованием нейросихиологических технологий. И вот на этом комплексе у меня возникла идея того, что на самом деле необходимо рассматривать технические системы как аналоги биологических систем, причем в гораздо более глубоком смысле, чем в этом было исходно декларировано в самой биологике. Потому что биологика, вообще говоря, как определял ее стыл, это живые прототипы – ключ к новой технике. Вот такой девиз определял, по сути дела, аналогию использования биологических систем для решения этих технических задач. Я бы пытался поставить этот вопрос несколько более глубоко. То есть использование не каких-то аналогий, а использование фундаментальных принципов организации живых систем для создания новых технических систем. И на стыке экологии и вот этих идей у меня возникла идея о том, что необходимо каким-то образом создавать технические системы, которые бы не разрушали биосферные процессы. И вот это был принципиальный вопрос, который лег в основу названия «Экобиологика». Почему меня это привело к таким мыслям? Дело в том, что, начиная примерно с 70-х годов, по сути дела, мы вышли в сторону более, скажем, мы вышли за пределы возможного потребления ресурсов, которые сейчас существуют в природе. И вот этот процесс ускоряется и усиливается. Это должно привести к катастрофе, в принципе. И эта катастрофа, если не будут приняты достаточно серьезные меры для того, чтобы решить вопросы стыковки живых систем и, в частности, всей биосферы и технических систем, причем я рассматриваю эти вопросы в плане отбора, то есть начиная от отдельных устройств и кончая конгломератами, связанными с технополисами, то есть крупными техническими системами. Вот это все должно идти по пути аналогичному принципам трофики в живых системах. То есть, когда мы, скажем, потребляем какие-то ресурсы из нашей биосферы, мы должны отдавать что-то, чтобы компенсировать вот эти потери, которые мы создаем благодаря использованию технических систем. И это, собственно, привело к тому, что я стал смотреть на то, каким образом, вообще говоря, это связано с дальнейшим развитием человечества, какие, вообще говоря, принципы должны лежать в основу этого. И в конечном итоге я пришел к выводу, что, вообще говоря, очень важной и, может быть, самой важной стороной биологии – это этическая сторона. Дело в том, что человечество, начиная от своего зарождения и до сего дня, оно строится на принципах эгоизма. Вот этот принцип, который, естественно, он должен быть у каждого человека, но он должен быть вместе с тем, ориентирован на том, чтобы этот принцип должен совмещаться также и с принципами благостного отношения к природе, к другим людям. И таким образом необходимо выработать принципиально новые этические принципы, хотя они, в общем-то, реализованы во многих религиях, но дело в том, что, может быть, кроме, скажем, восточной религии, христианской религии – это несколько деформировано. И вот, кстати, в протестантском направлении, там как раз… Ну ладно, я немножко увлекся в эту сторону. Короче говоря, переход на новый уровень, тот, который мы провоклашем в Юрнатске как новосфера, возможен только тогда, когда мы будем существенно менять этические принципы, которые лежат у нас в основе нашего поведения сейчас. Кстати говоря, вот очень интересная в этом отношении книга – это книга Эдгара Морена «Пропасти» с большим вопросом. Там как раз показано то, что мы действительно идем к катастрофе, и эта катастрофа прежде всего обусловлена нашими недостатками, в смысле, в этих. Поэтому я считаю, что, в принципе, нам необходимо совместно вот с этими идеями, которые я возглашаю как экодиологические, то есть связанные именно с взаимодействием технологий и биосферы, необходимо включать также и очень важные этические проблемы. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо вам большое. Спасибо.